Намасте, друзья! Здравия! С вами снова Ярослав Мудрый Воронцов на Позитивной Волне и Академия Успеха Веда Дум. Хочу сегодня рассказать вам такую маленькую историю, свидетелем которой я был пару дней назад. Она такая кументная была для меня, и я хочу с вами поделиться. Мы с другом шли в одном направлении, и навстречу идем, разговариваем, и навстречу нам едет велосипедист, понимаешь, прямо на моего друга, прямо на него, мы идем как с краю, а он навстречу нам по тротуарной дорожке, прямо на моего друга, и перед самым носом его затормозил. В общем-то, друг, ну, сказал ему пару ласковых слов, говорит, ну, типа, мужик, ты что, не видишь, здесь люди ходят, и так далее, типа, вложений нет совсем. А на что тот ему тоже начал отвечать, что-то такое, ну, типа, что-то, типа, уступи мне дорогу, понимаешь, не видишь, я тут на велосипеде еду, и так далее. Причем, что интересно было, сначала друг мой так говорил на такой, ну, мягкой форме выражения, молодой человек, молодой человек, ну, вы, ну, это, тут опасность создаете, когда он с самого начала начался снижать, он так очень мягко, и, скажем так, на какой чакре, наверное, ну, наверное, какой-то, так, сердечной чакре немножко, да, большей чакры, скажем так, бы не было там первой чакры, не было такого, типа, бурового, ты что, чувак, удалей, что тебе так дам. То есть он культурно ему сказал так, ну, спокойно, мягко. На что мужик такой начал бурить, то есть начал наглеть и наезжать. Тогда мой друг встал на первую чакру и сказал ему, ты что мужик, не понял. То есть сказал ему, да, нормально сказал тон, то есть я услышал, как поменялся сразу тон его. Тон был такой, ну, низкий тон на первой чакре с примесью третьей, конкретно готовой к действию. Ну, типа, там, шапку поменял, так, так, ну, что, чувак, поговорим, да, что ли, тогда. И что произошло сразу, интересно. То есть мужик увидел, что, в общем-то, здесь другая энергия пошла. В общем-то, и тут же, тут же моментально он сказал, извини, ну, извини, извини, говорит, я не прав. Причем, настолько это вот меня поразило, что до этого он таким бурой был, когда вот с ним разговаривали таким мягким голосом, он буро так, ну, буро, для тех, кто не знает слова такие, девушка не знает такие слова, ну, нагло, нагло, таким наглым тоном разговаривал, типа, что вы тут это, дорогу мне не уступаете, мол, это, идет, едет на велосипеде по пешеходной дорожке, и навстречу люди, говорят, что мне дорогу не уступать. И когда ему ответили назад, ну, так, он почувствовал там низкий тон, частотная, частота низкая первой чакры, и что грозит бабулей получить назад, моментально он такой, ну, извини, говорит, извини, извини, говорит, день плохой, день тяжелый был, говорит, я это, погорячился, день у меня нехороший был, ну, вот так вот, конкретно. И я, как бы, был в шоке, да, потому что, ну, такая резкая перемена эмоций, тона, тональности, голоса и содержания, то есть тут он наезжал, до этого он наезжал такой на первой чакре, а тут он извиняется, как бы, почти на сердечной чакре, да. Мой друг что сказал? Он ему, как я, говорит, ом намасте, говорит, Бог тебя простит. И тут же я отвернулся и пошел. Буквально мы отошли, ну, буквально сколько-то, я не знаю, метров пять мы, может, отошли, и, а парень, когда вот он сказал ему это, говорит, типа, это Бог тебя простит, он намасте, говорит, Бог тебя простит, и больше ничего не ему сказал, и тут же начал двигаться, вот это направление от него. Парень такой просто открыл рот, вот, и замер просто, вот он не понял, что сказать. И когда мы отошли уже, наверное, метров пять, он такой, типа, типа, куда ты, куда ты, типа, что это такое? Ну, таким голосом, как бы, вот, вопрошающим, типа, ну, обиженным, типа, ты куда ушел? Типа, слушай, я теперь тобой извиняюсь, а ты вот это взял и ушел. Настолько это было поразительно, потому что, ну, до этого мужик так наезжал, таким конкретным голосом, да. И после того, когда мой партнер поменял с ним тональность на высокую, на низкую частоту, да, парень спрыгнул, он поменял свою частоту, да, то есть до этого первое, когда он был, скажем так, а он был на низкой частоте, на первой частоте, на частоте первой чакры, низкая частота была, да, невежество. А мой друг был на частоте, ну, страсти, наверное, страсти с благостью, так перемешанной, скажем, да. Затем, когда мой друг поменял частоту на низкую, низкочастотную, и собеседник почувствовал, что там энергии достаточно много, он сразу раз свою частоту поменял, с низкой такой раз, так повыше такой, типа, ну, типа, я такой, этот, извини такой, извини, ну, типа, мол, я такой школьник, поступивший неправильно, так же, сознавший свою ошибку. И, когда после этого мой друг сказал ему вот эту фразу, он намастей, говорит, Бог тебя простит, он сказал это уже, сказал уже в тональности сердечной чакры, и начал уходить от него, парень был в шоке. То есть разрыв шаблона произошел, такой конкретный разрыв шаблона, что он вот это, где-то секунды три он там стоял и не понял растерянности, что говорили, что делать. Когда мы уже отошли метров пять, он такой, типа, а куда же ты идешь, типа, я с тобой извиняюсь, а ты вот уходишь, почему ты так делаешь? Вот, то есть, вот это вот было настолько, настолько это было смешно, и мне жалко этого парня, так это стало. Он такой, ну, типа, я извиняюсь, а ты уходишь, типа, что за дела такие? Ну, мой друг вернулся, ну, сначала он повернулся, сказал, мне что, тебя поцеловать, что ли? Он такой, да нет, ну, хоть руку пожми, говорит. Он вернулся назад по залу, ругает, он говорит, прости, говорит, извини, говорит, день, говорит, был нехороший у меня. Ну, и вот, и мы поехали. И вот, вот такая вот кумедная ситуация произошла, хорошо закончившаяся, и что мне, что мне понравилось, как, в общем-то, разрыв шаблона, да, то есть, когда собеседник ждет, что ты вот будешь с ним так же вот буро разговаривать, а ты вдруг раз переменяешь свою тональность на что-то такое нестандартное, нестандартное, причем такое хорошее, мягкое, как мой друг сказал ему, типа, там, он намасте, и там, Бог тебя простит, да, причем он при этом говорил на низкой частоте, а потом сразу перешел на сердечную чакру, то собеседник был ошарашен, он был ошарашен, и вот вошел в такое состояние, ну, школьника, который говорит, ну, как это ты уходишь, я тебя тут прощение прошу, а ты уходишь. То есть он почувствовал себя виноватым, виноватым, искренне виноватым, вот, по тону голоса и поврежденца, который я увидел, и при этом, ну, искренне извинился, говорит, ну, говорит, ты хоть руку пожми, говорит, это. Ну, вот, здорово было. И вот к чему это все он вам, ребят, рассказал, в чем я вижу смысл-то вот этой всей истории-то, чтобы вам передать. Перед этим я рассказывал об осознанности. Вот когда мы осознаем это, если сказать себе вот в этот момент, вот, представьте такую ситуацию, да, скажем, ну, ситуация конфликтная. Если в этот момент вы себе говорите, там, ой, я сейчас злюсь, я сейчас злюсь, я сейчас буду ругаться, окей? Как только вы себе это сказали, хотя бы даже, хорошо вслух, конечно, произнеси, но даже если не вслух, скажем, хотя бы в умственно себе произнесли это, ой, я сейчас злюсь, да, типа сейчас буду ругаться, это уже хорошо, это поможет вам осознать, контролирует ваши эмоции. И здесь вы можете уже управлять своим тонном голоса, в зависимости от того, с кем вы говорите, какой чакрик собеседник говорит, то есть должна быть постройка соответствующая, да, здесь либо построиться, а потом вести и так далее, либо сделать разрыв шаблона, как мой партнер построился и начал вести, то есть доминация, и после этого произошел разрыв шаблона, что, в общем-то, от чего у собеседника, можно сказать, ну, челюсть, так сказать, отвесла, да, и вот в таких случаях мы обезоруживаем своего собеседника, конфликтная ситуация решается, то есть она решается без, без боя, скажем, да, за счет того, что ты, вот, поднял голос, поставил человека на место, а потом тут же, в общем-то, проявляешь к нему чувство сострадания, чувство благости, говоришь ему искренне о намасте, и говоришь ему на уровне духовности, ну, не важно, может, не в духовности, скажем, для тех, кто не в духовности, но сердечной чакре просто, и, в общем-то, в этом случае, в общем-то, ваш собеседник, ваш оппонент, который был готов, скажем, к бою, слышит такое совершенно непредсказуемое действие, которое находится в благости, он становится безоруженным, то есть он готов к борьбе, а тут вы ему говорите такие какие-то там хорошие, мягкие слова, и, в общем-то, ему нечего сказать, все, конфликт решен. Вот, пожалуй, вот в этом, что я увидел в этом хорошего, не знаю, насколько я донес то, что я прочувствовал, я спонтанно сейчас говорю то, что мне нет в голову, заранее не готовлюсь, естественно, поэтому все экспромтом, как получается, так и говорю. Если вы смогли услышать эту мою мысль, здорово, если нет, ничего страшного, простите тогда просто за мой каламбур словесный, виртуальный. Вот так, пожалуй, друзья, и подведем итоги, что скажу. Будьте более осознанными, будьте всегда осознанными и контролируйте свое состояние, свои эмоции, где вы находитесь, что вы делаете, с кем вы общаетесь и как вы общаетесь. Чем больше осознанности в повседневной жизни, тем более эффективна наша деятельность и то, что мы делаем. Пожалуй, все, что я хотел сказать. Будьте осознанными. Ом-намасте, друзья, с вами был Ярослав Мудрый Воронцов и Академия Успеха на Позитивной Волне и Ведодом. Любите себя, любите своих близких и любите всех вокруг. Намасте.